Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Новой администрации еще только 36 дней, и уже Джо Байден исполняет главное обещание о своей компании. И если вы не голосовали за него, в чем нелегко признаться, не беспокойтесь, там нет ничего, что может улучшить вашу жизнь или жизнь Соединенных Штатов. Нет ничего, что сделает вас свободнее, счастливее, поможет скинуть 20 фунтов или сблизит с вашей семьей, поставит вам еду на стол. Ваши дети не вернутся в школу, вы не получите повышения. Может вы так думали, ведь во время предвыборной кампании Джо Байден обещал низкооплачиваемым работникам повышение МРОД до 15 долларов в час, извините. Этого не будет. Не потому, что повышение МРОД уничтожит рабочие места, это весомый аргумент, но он не относится к тому, что сейчас происходит. МРОД не повысят до 15 долларов, потому что сенаторы не позволят. Повышение МРОД до такого уровня нарушит установленный сенаторами порядок. И, конечно же, нарушение распорядка просто невозможно. Как и сказал глава штаба Рон Кляйн, цитата, «Мы с почтением относимся к правилам Сената и будем работать в рамках системы». О, ладно. Держите это в голове, когда они будут уничтожать квалифицированное большинство, паковать Верховный суд или делать Вашингтон штатом. В то же самое время, никакого прожиточного минимума для вас — это одно из предвыборных обещаний, которые Джо Байден, кажется, забыл. Но обещание, которое он запомнил, было сделано не вам и не стране. Оно было сделано оборонным подрядчиком и мозговым центром неакона в Вашингтоне. Джо Байден обещал им, что как только придет к власти, Соединенные Штаты вернут войну обратно на Ближний Восток после четырехлетней передышки, что действительно возбудило людей в Вашингтоне. И когда он сделал это, он не проконсультировался с Конгрессом и даже Сенатом перед этим. Он даже не сделал вид, что работает в рамках системы, он просто сделал это. И он не шутил, во вторник он так и сделал. Байден послал F-15 в Сирию убивать людей. И никто в этой стране не получил от этого пользу, даже теоретически. И это само по себе очень обнадеживающе для политического класса в Вашингтоне. Они считают любую попытку улучшить нашу страну ужасной формой национализма. О, это пугает их. Но идея убивать людей в далеких землях захватывающа. Я думаю, что для администрации Байдена важно дать ясно понять, как можно раньше, что атаки на наши войска не будут проигнорированы. Мы должны ответить соответственно. Должны ответить. Мы дали сдачи им, и это вроде как устанавливает правило, что если вы ударите нас, мы ударим в ответ. Никто не хочет говорить о том, что мы должны защищать себя. Но это и есть национальная безопасность. Я считаю, что администрация Байдена понимает это и действует соответственно. Я думаю, что подход президента Байдена жесток, но умен. Было ли ошибкой, что цель находится в Сирии сейчас? Вообще-то это очень умно. Это контртерроризм, так что я не думаю, что администрация Байдена нуждается в новом разрешении или подтверждении от Конгресса. Да, не нуждается в разрешении. Слушай внимательно, Америка. Убивать неизвестных в Сирии не бессмысленно, хоть ты и не знаешь, где Сирия находится. Наоборот, это очень умно так поступать. Это официальные слова, которые исходят от экспертов, которые верили, что у Саддама было биологическое оружие и начали на основании этого войну. Не важно, удар по Сирии во вторник, как они только что сказали, был против терроризма. И контртерроризм оправдывает все, не забывайте об этом в дальнейшем. Вы не захотите, чтобы контртерроризм был направлен на вас. В Сирии контртерроризм означает, что по крайней мере 22 человека умерли, согласно местным данным. Пентагон сообщил, что только один человек умер. Но в любом случае, кто был целью? Администрация Байдена сказала, что целью были два ополченца, которые были связаны с Ираном. Члены этой группы предположительно запустили ракету в Ирак, которая убила американского контрактника. Давайте отвлечемся на секунду. Вам должно быть интересно, почему это американские контрактники до сих пор в Ираке через почти два десятилетия, и очевидно не вернувшиеся. И это хороший вопрос. Зададим его как-нибудь в другой раз, так как вот кое-что еще более изумительное. Оба убитых администрацией Байдена ополченца состояли в мобилизированной народной армии. Эта организация, финансируемая иракским правительством. А само иракское правительство создано предыдущей американской администрацией. То есть, другими словами, если вы следите за всем этим, а вы следите уже 18 лет, мы теперь защищаем американцев в Ираке от людей, которым мы сами же и дали власть, чтобы исправить катастрофу, вызванную нашим вторжением. Это все контртерроризм. Смекнули? Змея кусает себя за хвост. Итак, если все это кажется вам безумным, успокойтесь, это сделал Джо Байден. Не Дональд Трамп, а Джо Байден. Так что все в порядке, по факту даже хорошо. Вот реальный твит от бывшей начальницы Суолл-Стрит, превратившейся в сердитую блогершу в соцсетях по имени Эмми Сискинд. Цитата. «Такая разница. Военные операции под руководством Байдена. Больше нет угроз уровня школы в Твиттере. Верьте Байдену и компетентности его команды». Верьте Байдену. Этот ракетный удар мягче и добрее. Уморительно. Под руководством Байдена здания в Сирии не разрушаются в пыль вместе с людьми внутри. Нет. Эти здания просто исчезают, как проблемные компании, которые были уничтожены для выгоды людьми наподобие Эмми Сискинд. Естественно, события наподобие этого соединяют людей некоторым образом. Дэвид Френч, работавший ранее на Нэшнел-ревью, был также в восторге от этого. Война дает Френчу почувствовать себя сильным и живым. Эти пару вещей она делает. Но только, когда ее ведут правильные люди. Итак, три года назад Дэвид Френч был огорчен идеей, что Дональд Трамп может атаковать Сирию без разрешения. Цитата. «Если Трамп атакует Сирию без одобрения Конгресса, его сирийская политика будет как опрометчивой, так и неконституционной». И это было в апреле 2018-го. Мы полностью были против удара по Сирии тогда. Но не потому, что это было неконституционным, а потому что было бессмысленным. Однако на прошлой неделе Дэвид Френч смотрел, как умирают дюжины людей в Сирии, и одобрительно кивал. «Хорошо», — написал он. А потом вернулся к написанию эссе о том, какой он хороший христианин. Джейн Псаки, возможно, прочитав Дэвида Френча, тоже появилась. Она когда-то тоже была против того, чтобы бомбить Сирию без разрешения. А вот что она написала во вторник. «Послание президента недвусмысленно говорит о том, что он собирается защищать американцев. И когда угроза определена, у него есть право принимать действия того вида, которого он выберет». О, да, не так уж давно она говорила нам, что это полное нарушение международного права бомбить Сирию без одобрения Конгресса. А теперь она нам говорит, что Джо Байден собирается защищать американцев. И теперь вы не должны замечать, что было сделано для того, чтобы, цитата, «защитить американцев, которые томились в Ираке 18 лет после вторжения». Если мы собираемся защищать их, то почему они остаются там? Что они делают там? И еще раз, так как это единственный вопрос, имеющий значение, как это все помогает кому-либо в этой стране, да и вообще в любой стране? Никак, очевидно. И к их чести неоконцы перестали притворяться по этому поводу. О чем мы вообще говорим? Джо Байден однажды объяснил публично. Он помогает нашим курдским партнерам. Вот Джо Байден в 2019-м, вслух беспокоящийся, что Дональд Трамп может отозвать американских солдат из Сирии. Поспешно выводя небольшое количество американского спецназа из Сирии, Трамп собирается одним рощерком пира предать наших курдских партнеров, которые помогли победить ИГИЛ, создать гуманитарный кризис среди невинных гражданских, а также этнических и религиозных меньшинств, попавших в зону боевых действий. Лучшая часть была прорелигиозные меньшинства. Мы атаковали правительство Асада, которое было единственным правительством на Ближнем Востоке, защищавшим самые древние религиозные меньшинства — христианские сообщества. Они были вырезаны везде, кроме территорий под контролем Асада. Но он же жестокий диктатор! Это не считается! Но, конечно, мы делаем это всё для наших курдских партнёров. А вы знали, что у нас есть курдские партнёры? Вам они нужны? Для чего мы вообще объединились? Никто не отвечает на эти вопросы. Не выясняйте детали, убеждают нас демократы. Партия, управляющая Балтимором и Восточным Сент-Луисом, разберётся с этим. Они собираются сделать Ближний Восток гораздо лучше, прямо как Хилари Клинтон улучшила Ливию. Теперь там вечная война и рынки рабов. Они собираются сделать вашу жизнь безопаснее. Это контртерроризм, так что всё хорошо.